Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Николай, Михаил и Виктор. А невеста у нас Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Татьяна, 36 лет. Отстаивая честь супруга, порвала отношения с родной матерью и близкими подругами. Но со временем поняла, как сильно она ошибалась. Татьяна – владелица автопарка. Гордится тем, что не умеет отказывать в помощи. Мечтает о доме с большим бассейном. Признается, что в порыве гнева нецензурно выражается. Татьяна не сможет ужиться с рожеволосым обладателем пивного живота. Выйдет замуж за харизматичного крупного мужчину, который не постесняется взять ее в мужскую компанию, но никогда не будет забывать о том, что она женщина. Выступающий Новый год у вас. Спасибо большое. Спасибо. Роскошное. Самый приятный подарок. Татьяна, почему вам пришлось отстаивать честь супруга? Что вызывало какие-то подозрения? Да, ну, друзья говорили, что он занимается мошенничеством. Запрещенные препараты он продавал, и я никогда не верила. Сколько вам было лет, когда вы познакомились? Ему было 15, мне было 23. Я не знала. Непростая девушка, смотри как она. Да, вообще непростая. Внутренний мир, татуировка. Как ты хочешь. Только недоделанная, по-моему, татуировка, кстати. По-моему, зачеркиваю. Вот у меня 15-летняя дочка, и у нее 15-летние друзья. У меня тоже 17-летний сын, и я сейчас понимаю, но я не знала. Он всегда, во-первых, это лучший друг моего мужа первого, и он всегда в нашей компании всегда был, и он, во-первых, всегда выглядел старше своих лет. У него, теперь я по-не знаю, да, что в 12 лет у него была машина, и я спокойно к этому относилась. Я знала, что, ну, грубо говоря, на два года будет так моложе меня. Я не понимаю, как невозможно было определиться, что мальчику всего 15 лет. Ну, ну, когда 16 наступал, потом 17. А потом, когда день рождения уже ему стукнуло, можно так сказать. 16. 16. Я говорю, он говорит, у меня есть день рождения, я к маме пойду. Я говорю, а сколько тебе исполняется? Он говорит, 16. Я говорю, сколько? Конечно, я хотела порвать сразу, потому что мне это не нужно. Ну, во-первых, это растление малолетних, это статья. Да, это статья. И мама, конечно, узнала, мама вообще в шоке была. Она говорит, а ни в коем случае, даже не вздумай. Она, кстати, выглядит, могла бы быть твоей мамой, как мне кажется. Ну, не знаю. Поскольку ты молода очень. Нет, 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 она мне кажется довольно-таки привлекательна. Вы не задавали вопрос, откуда у него деньги на такие подарки, золото? Он всегда говорил, то, что в мою работу, у нас был общий бизнес потом уже. Он всегда говорил, когда он уже мне запретил, говорит, Таня, не надо работать себе, я буду тебе обеспечивать. Говорю, как ты будешь обеспечивать? Я говорю, несовершеннолетний. Несовершеннолетний, да. Он говорит, я буду зарабатывать, я буду все нормально. Говорит, сиди дома. И после этого, конечно, я взяла и говорю, ну хорошо, только в мою работу, даже не спрашивай никогда. Конечно, я этому человеку верила. Хорошая девочка, хорошая. Когда любовь, мазков нет, тебе это новое. Можно не поверить подругам. Ну, мало ли, одиночки, завистливые. А родной матери-то почему не поверили? Когда она стала говорить, что он не просто нечестна рука, а он аферист, проходимец, торговец. Я его очень сильно любила, и, конечно, я верила в муж. А когда сняли эти розовые очки и поверили в реальность? Когда получилось так, что он сказал, пришел домой и сказал, что, говорит, Тань, у меня проблемы, надо продать квартиру. И, говорит, переехать. Я говорю, почему? Он говорит, я тебя просила не задавать лишних вопросов. Я говорю, ну хорошо, мы это сделаем. Скажите, а вот вы говорите, он был другом вашей семьи, он общался с вашим мужем. Да, с первым мужем. А муж знал об этой связи? Нет. Уже после того, как развелись? Это как развелись мы. Я, получается, два года вообще, вот, получается, с ребенком, с мамой, с ребенком. А ребенку сколько было? У ребенка маленький, там, два года, что ли, получается, там. Необычная ситуация. Я не знаю, как это прокомментировать. Я продала в Москве квартиру и купила в Подмосковье. И получилось так, что соседи... Все любовь. Соседи, которые... Мы переехали прямо на новую квартиру, и соседи оказались теми людьми, которым он должен. Потому что он там делал и инвалидность, и что-то там делал, как я поняла. Потом мне это соседи рассказали, что это вот такой мошенник, получается. Скрывался, и все. Потом он сказал, говорит, Таня, говорит, мне надо 700 тысяч, срочно. Я говорю, 700 тысяч. Говорю, зачем? Он говорит, не надо. Я говорю, нет, ты не можешь рассказать? Пожалуйста. Говорю, я тебе помогу, я никуда не денусь. Я говорю, я с тобой. Я занимаю у своих друзей, и по соседям, потому что я как-то контакт быстро нахожу с людьми, я, конечно, по соседям прошлась, пособирала эти деньги. Заняла у своих, можно сказать, у всех. И 350 как раз он сам отдал. 350 мне пришлось вот как-то крутиться, выживать просто. А когда розовые очки-то уже? Именно вот когда позвонила уже его любовница. У них еще любовница. Она правильно, пацан. Он молодой, он не нагулиный. Я это, я как сказать, я это понимала. И вот когда узнали правду? Он мне предложил, что, говорит, давай я выйду с ней и с тобой. Но я отказалась. Между прочим, я не знаю почему, что первое, что второе. Вы не родили от него? Родила. Ну, очень красивая дочь. Девушка отличный человек. Она помогла юноше выбраться из долгов. Заняла, сама влезла в долги. Дай бог каждому такой мам. Э, жену. Нет, это именно молодая девушка. Смотрите, я так понимаю, что после развода и ваше финансовое благополучие, да, в миг исчезло, и вам пришлось таксовать? Да, и получилось так, что когда мне пришлось просто выставить человека, потому что он еще рукоприказан при ребенке, может быть, я как-то закрыла глаза, может быть, я закрыла глаза, но просто это при ребенке это было сделано. Конечно, я за это не хотела ничего. Вот, и потом я, наверное, две недели плакала очень сильно, я не знала, что мне делать. Мне приезжали друзья, помогали. И пришла одна подруга и резко, так жестко сказала, вот что ты, ты всю жизнь сильная была. Ты почему сидишь сейчас и ревешь? Встала, поднялась и делаешь. Вот у тебя машина есть, таксуй, все что угодно делай. Она мне харизматична. Не, она миленькая. Понятно и харизматична. Миленькая, это факт. Нет, она глубокая. После этих слов сразу же в эту ночь я накрасилась, постаралась хотя бы более-менее себя повести в порядок. Села в машину, поехала на Локоломское шоссе. Смотрю, мужчина стоит, да, он... Не страшно было? Страшно, очень страшно. Но у меня дети это святое. Получилось так, что мужчина... Да, он говорит, все, у меня одну остановку, я говорю, одну остановку, он говорит, да, мне только, мне все, и тысячу дает. Я говорю, у меня нет денег, у меня нет денег, чтобы вам сдать, а мне не надо. Спасибо, мне уже и так приятно. Он просто испугался, что вы его к себе домой сейчас тепленького увезете. Ну, у меня получается, что новая машина. Есть мужчины-домогатели, которые ночью женщин снимают, а есть женщины-маньячки, такие блондинки хорошие. Ну, я могу сказать, что сейчас эта история звучит так легко, я сама таксовала. Я тоже была в точно такой ситуации, но на меня наехала крыша. Да, есть такое раньше. Но не твоя же собственная. Нет, нет, совершенно не собственная. Также приходилось ночью, потому что все места уже заняты. И я плюнула на это дело и решила, что все-таки есть женские, более женские. Скажите, но ночь – самое прибыльное время. Ну, это очень тяжелая, конечно, история. Трудно тут давать комментарий. Ну, мне кажется, как бы девушке в 23 года надо быть поразборчивее. Двое детей. Сколько старшему, младшему? 17 лет старшему сын. Он высокий, у меня очень, выше меня приятная, очень гордость какая-то. И дочке 8 лет. А сейчас помогает он дочери, нет? Нет. Ни первый, ни второй. Первый даже отказался, чтобы не платить алименты. Я так понимаю, то, что ей нужно было от мужчины, она получила ребенка. Танечка, а правда, что вы с подружками решили до 31 декабря мужа себе найти? Да. Молодец. Правда? Да. А какого вы уже хотите? Самое главное, что честного, преданного, чтобы можно было доверять человеку. Это от вас будет многое зависеть. Ты не можешь, вот как бы, а можно ли этому человеку доверять? Как ты это будешь провелать? Вот расскажи мне. Ну, почувствовать это. Ну, если почувствовал, то ты уже ему должен доверять. Пока он не доказал тебе обратного. А ведь вы же не договариваете. Одна из ваших подружек к нам завтра придет? Да, да. И вы в свате пойдете, да? Так что ты репетируешь? Да. Понятно. Повезло, крупно, крупно повезло. Вы работаете в мужском коллективе. Вы владелица автопарка. И подружки все почти что такие же, как я. То есть у вас лицензия? На что будете смотреть в первую очередь? У вас лицензия? Да, лицензия на каждую машину, да. 15-й раз спрашиваю. Что я сейчас спросила? Я слышала из Розы. Роза. На что будете смотреть? Нет, дело не в этом. Что ж ты, у вас лицензия? Ты что, налоговая? Ну, когда? А что, приходите в Рок, Ларис? Преданная, ты надо понять чего. Я же тоже в теме. Какой мужчина никогда не задержится в вашей семье? В большой, с двумя детьми. Обманщик. Обманщик, да. И самое главное, что если детей моих не воспримет и не найдет контакт, конечно. А как он должен их воспринять и какой контакт должен быть у него? Просто дружить, уважать. Любить как папа или мама никто не будет чужих детей. Ну, к сожалению, вот так вот. Танюш, остались у нас только либо разведенные мужчины, без скала, без двора, либо холостяки, закоренелые холостяки, которым женщины делиться они ничем не будут, не собираются менять свою жизнь. И женщина нужна для определенных целей, желательно без детей. Либо вдовцы, у которых очень много детей, и они себе ищут, в общем-то, женщину тоже не обремененную и понятно для чего. Знаешь, как можно выразиться? Девочки, выбираем то, что осталось. Я не уверен, что ей вообще мужчину нужен. Нужен. Думаешь, нужен? Нужен. А зачем ей мужчина? Спасибо, мне уже так приятного. Водить машину? Ходить за продуктами? Если будет моложе вас, будет искать тоже какой-то свой интерес. Если будет старше, будет бояться, что вы ему наставите рога и что вы преследуете свой интерес. Поэтому хорошие, одинокие, конечно же, уже с судьбой какой-то, с пережитым, на многое закрывайте глаза. Но если два-три качества, которые подойдут, культивируйте их и стремитесь. Главное, чтобы хотел семью так же, как и вы. Вот если почувствуете, что ему хочется жить в доме и в семье, тогда ради этого можно будет расстараться. А так лучше одно, я думаю. Дети есть. А звезды что? Ну, вы рак, родились после новолуния, но не сразу, конечно. Прошло два лунных дня. И надо сказать, что ваше стремление познавать, жадно познавать в мире, оно связано с именно вашим внутренним состоянием, с Луной. Потому что это гордость, это авторитет. С детства у вас это было. Это от матери ведь, правда? Да. Она тоже такая. Поэтому вы, подражая ей, всё время её отбрасывали от себя. А сами будете её болезненно любить всю жизнь. Но мужчина вам нужен действительно молодой, вас тянет к молодым и всегда будет тянуть к молодым, к подвижным, к тем, которые хотят сорваться там на машине с рюкзаком, без рюкзака, понимаете? Куда угодно в авантюры, какие хочешь. Какие же вы разные. Понимаете, да? Тем не менее, ну, найдёте вы себе этого человека. Даже если не сию секунду, у вас вот период в течение полутора лет сейчас, когда вы это можете. Вот так. Проходите, знакомьтесь с первым женихом. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Николай. Хотел что-то много сказать, но слова все попутались от красоты, поэтому давай, может, пойдём туда. Спасибо. Николай, 34 года. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот я там, можно сейчас? Ой, прекрасен Новый год. Всем ударят подарки. Моё мнение, что он не производит какого-то серьёзного впечатления. Николай, а вы с самого начала почувствовали себя несчастным человеком в семье или осознание позже пришло? Позже, позже. Позже, да? Да. На самом деле, с самого начала было всё здорово. То есть, было какое-то такое феерие. Я в последний момент думал, что, наверное, я не любил-то никогда до этого. А потом как-то вот... Я понимаю, что вот эти моменты, как счастье, они всё меньше, 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 меньше. А моменты, когда мне что-то некомфортно внутри, они всё больше и больше и больше. Ну, это хорошо. А в быту что? Чем она вас пилила? Ну, это вот, как бы, если говорить конкретно про шесть причин, то да, мы когда пытались жить вместе, то есть, у меня там такое впечатление, что у тебя вот... Ну, смотрите, вот, когда я переехал к ней, мы попробовали первый раз. Мы два раза пробовали. А почему к ней? Ну, потому что в моей однокомнатной квартире с её дочкой и няней, как бы, места было достаточно мало. А конкурентно тренированной у него уже была женщина с ребёнком? Ага. А, видишь, как? А дети-то есть? Не выделили место. Вот полочка, она находилась в гостевом туалете между хозяйственными принадлежностями. Вот как бы вот на этом можно уже охарактеризовать, какое вот отношение было, в принципе. Да, можно. То есть вы всё время чувствовали себя гостем, да? Ну, не то, что гостем, а то, что у тебя выживают из пространства своего. А пробовали говорить ей о том, что ты меня унижаешь, я просто уйду к себе. Да, да, да. А она что? А она не считала, что она меня унижает, что ей нужно пространство просто личное очень много. То есть вот эта полочка, про которую он рассказал, где-то там в туалете или где она была у него, как-то для мужчины неправильный какой-то подход это. А скажите, пожалуйста, Николай, а что у вас утром, что с вами утром происходит, что вы себя прийти не можете? Да мне просто я так раскачиваюсь. У меня вот на какой-то процесс, то есть мне нужно... А что надо же, не нельзя делать утром? Тормошить. А сколько вы раскачиваете? То есть быстрее и быстрее побежали, ну там час-полтора. Опа, какой вы. Ну он же телец. Мне раскачаться надо на процессе. А во сколько вы утром встаёте? По-разному, зависит. Потому что, смотрите, у меня сейчас работа, у меня нет графика там с 9 до 6 я работаю. Я работаю на результат, да, там, то есть в зависимости от проекта. Вот на последнем проекте мне, когда писал стратегию, мне пришлось там в 10-10 вечера писать до 6 утра. А зарабатываете? То есть после этого я лёг только. Ну, конечно, да. А больше 100 тысяч? Больше. Светлана, а вы подружка? Не подружка, это партнёр. Я бизнес-партнёр. И я могу подтвердить, что лучше не тормошить. Полтора часа. На кой лет он тогда нужен-то? Если по утрам самое оно. Детей, а у нас двое детей, 8 лет девочки. Вы знаете, он лошадь бывает в 4-5 утра. Нет, он планирует всю жизнь. И у него вот творческий полёт может быть ночной. У него потребительское какое-то отношение. Что-то он хочет получить, как бы вот ничего не отдавая взамен. Если вы хорошо зарабатываете, вы достаточно молодые, детей у вас нет. Есть. У меня дочка. У меня есть дочка, да. Барабрак был, да? Да, у меня был брак, у меня есть дочка, ей 7 лет, она в первый класс сейчас пошла. У нас вообще двое детей, так, на минуточку. Да. Значит, вы опять к нам? Ну, это зависит уже от ситуации. Скажите, какая ситуация? У него потрясающая студия, красивая, с балконом. Допустим, начнём с того, что, да, безусловно, двух детей туда не приведёшь. Это понятно. Одного не смогли. А вообще есть желание связаться с женщиной? А это не важно, понимаете? Я считаю, у меня давно... Количество детей не важно? Вообще, да, для нормального мужчины количество детей не имеет значения, а для ненормального и один свой может вызывать проблему. Так на какой территории, дорогой? Ты прямо уже бу-бу-бу-му-му. Ты мне конкретно скажи. Конкретно говорю, что если всё сложится, то территория найдётся. Это во-первых. Какая территория найдётся? Общая, новая. Николай, скажи, что к тебе, потому что у тебя красиво. Куплю новый дом. А что, деньги есть на новый дом? Ну, 34 года ему всего. Для неё, как раз, если она такая зажигалка, то ей надо, конечно, моложе, потому что мужчина её возраст – это уже солидный, обеспеченный. Это уже то, что ей не интересно. Ей интересно, чтобы у неё просили в долг, чтобы делали ей красивых маленьких детей. Я вам предлагаю три новогодних бонуса. Минута наедине. Или какая-то новогодняя традиция. Наверное, минута наедине. Правда? То есть сразу? Да. Даже не дали договориться? А может быть, какая-то нелепая история, связанная с Новым годом? Всё-таки минута? Минута. Идите. Первая комната. На самом деле, то, что говорили по поводу квартиры, честно говоря, если хороший человек, мне не важно. Я могу к себе, и наоборот, мне даже будет проще и лучше, потому что здесь нет проблемы. У меня нет проблем ни в жилье, у меня нет проблем. Мне просто, вот как сказать, нужен человек, который будет со мною, да, в руку. Вот у меня то же самое. Я всё время говорил, что мне подшилки, почему у меня не сложилось. Говорю, мне нужен, конечно, человек, чтобы я чувствую себя с человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как быстро-то они. И звать даже не пришлось. Так, сейчас рассмотрим по лицу. Вроде довольно. Не растрёхана. Аккуратный. Такие крепенькие оба, такие энергичные, такие прямо... А у нас есть хорошо. Вы фитнес-ходите? Прямо пара-пара. Фитнес-ходите? Вы какой-то такой прямо? Я периодически. Наоборот. Потому что как-то... У меня с детства я занимался очень много спортом, поэтому как только я начинаю заниматься, я быстро прихожу в форму. А знаешь, такие красивые мужчины ещё и поют. Фортский поёт, может быть. Я думаю, он вообще поёт. Фортским голосом? Я думаю, да. Сюрприз. Покажите. Ну, давай попробуем. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Николай, Михаил и Виктор. А невеста у нас Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Татьяна, 36 лет. Отстаивая честь супруга, порвала отношения с родной матерью и близкими подругами. Но со временем поняла, как сильно она ошибалась. Татьяна владелица автопарка. Гордится тем, что не умеет отказывать в помощи. Мечтает о доме с большим бассейном. Признаётся, что в порыве гнева нецензурно выражается. Татьяна не сможет ужиться с рыжеволосым обладателем пивного живота. Выйдет замуж за харизматичного крупного мужчину, который не постесняется взять её в мужскую компанию, но никогда не будет забывать о том, что она женщина. Наступающий Новый год у вас. Спасибо большое. Роскошное. Самый приятный подарок. Татьяна, почему вам пришлось отстаивать честь супруга? Что вызывало какие-то подозрения? Да, но друзья говорили, что он занимается мошенничеством. Запрещённые препараты он продавал, и я никогда не верила. Сколько вам было лет, когда вы познакомились? Ему было 15, мне было 23. Я не знала. Непростая девушка. Смотри, какая. Да, вообще непростая. Внутренний мир, татуировка. Как ты хочешь. Только недоделанная, по-моему, татуировка. По-моему, зачёркиваю. Вот у меня 15-летняя дочка, и у неё 15-летние друзья. У меня тоже 17 лет сыну, и я сейчас понимаю, но я не знала. Он всегда, во-первых, лучший друг моего мужа первого. И он всегда в нашей компании всегда был. И он, во-первых, всегда выглядел старше своих лет. Теперь я знаю, что в 12 лет у него была машина. И я спокойно к этому относилась. Я знала, что он, грубо говоря, на 2 года будет так моложе меня. Я не понимаю, как невозможно было определиться, что мальчику всего 15 лет. Ну, когда 16 наступал, потом 17. А потом, когда день рождения уже ему стукнуло, можно так сказать. 16. 16. Я говорю, он говорит, у меня есть день рождения, я к маме пойду. Я говорю, а сколько тебе исполняется? Он говорит, 16. Я говорю, сколько? Конечно, я хотела порвать сразу, потому что мне это не нужно. Ну, во-первых, это растление малолетних. Это статья. И мама, конечно, узнала, и мама вообще в шоке была. Она говорит, а ни в коем случае, даже не вздумай. Она, кстати, выглядит, могла бы быть твоей мамой. Как мне кажется. Ну, не знаю. Поскольку ты молода очень. Нет, нет, нет. Она мне кажется довольно-таки привлекательна. Вы не задавали вопрос, откуда у него деньги на такие подарки, золото? Он всегда говорил, что в мою работу, у нас был общий бизнес потом уже. Он всегда говорил, когда он уже мне запретил, говорит, Таня, не надо работать тебе, я буду тебе обеспечивать. Говорит, как ты будешь обеспечивать? Несовершеннолетний. Несовершеннолетний, да. Он говорит, я буду зарабатывать, я буду все нормально. Говорит, сиди дома. И после этого, конечно, я взяла и говорю, ну, хорошо. Он говорит, только в мою работу даже не спрашивай никогда. Конечно, я этому человеку верила. Хорошая девочка, хорошая. Когда любовь в Москву нет, тебе это новое. Можно не поверить подругам, но мало ли, одиночки, завистливые. А родной матери-то почему не поверили? Когда она стала говорить, что он не просто нечестна рука, а он аферист, проходимец, торговец. Я его очень сильно любила, и, конечно, я верила в мужчину. А когда сняли эти розовые очки и поверили в реальность? Когда получилось так, что он сказал, пришел домой и сказал, что, говорит, Тань, у меня проблемы, надо продать квартиру, и, говорит, переехать. Я говорю, почему? Он говорит, я тебя просила не задавать лишних вопросов. Я говорю, ну, хорошо, мы это сделаем. Я продаю Москву квартиру. А вот вы говорите, он был другом вашей семьи, он общался с вашим мужем. Да, с первым мужем. А муж знал об этой связи? Нет. Любить его детей, как своих. Два года назад Михаил потерял свою супругу и остался с тремя детьми на руках. Надеется, что Татьяна вернет его к полноценной жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы вам небольшой сувенирчик вручить. Это пермские конфеты, очень вкусные. Это кому? Нам троим? Да. А что, нам троим? Да. А это вообще по конфетке каждый шок. Михаил. Если не хотите, можете не рассказывать, как погибла ваша супруга. Ну, в двух словах. На самом деле тяжелая для меня история. Два года назад это случилось. Инсульт. Обычный осенний день. У племянника был день рождения. Она села в машину, взяла детей и отвезла их на праздник. Там выпила бокальчик вина, вернулась, привезла детей. Даже привезла какие-то гостинцы, что ли. Салатики, пирожки какие-то покормила нас. Вот, зашла в баню и буквально через минуту вышла, тихонечко позвала. У нас большой дом. Я сначала не расслышал, что я нехорошо стал. В общем, вызвали скорую. Да, вызвали скорую и сразу же. Смерть через 15 минут. Еще огромная трагедия. Ну, трагедию даже не сотрывешь. Трагедию не поспоришь. Да. Главное не падать духом в этом смысле. Вы в 43 года остались водовцом с тремя детьми. Да, все верно. А вы жили счастливо? Да, мы 23 года прожили счастливо. То есть, когда живешь, ты даже не понимаешь, насколько ты счастливо живешь. Когда ты это теряешь, тогда как бы ты очень сильно это ощущаешь. Кто помогал после смерти жены? У нас просто отличная няня. Я хочу ей сказать спасибо. И моя мама помогает. Конечно, он не ее мужчина. Абсолютно точно. С высоты своих трех браков. Это не ее мужчина. Потому что он, ну, во-первых, очень грустный. Флегматик. Вы пробовали после начать новую жизнь с кем-то связать? Или не до этого было? Вы знаете, я за 23 года так привык жить в семье, что я себя некомфортно ощущаю один. То есть, я довольно интенсивно этим занимаюсь. Мужчина не может жить. А давай мы на семью посмотрим Михаила. Здесь мы живем уже более 20 лет. Деревья были посажены совсем маленькими. Доса воспитывается. Ой, какой хороший. Вставай, щенок, вставай. Все уже ушли. А вот здесь вот мы живем. Это бабушка Люба у нас. Помогает к нам. Вот это вся наша семья. Это Матвей. Это Лилюша. Это Сава. Это я. Это да, это я. Здорово. Большой дом. Трое пацанов. У вас двое. Видео отличное. Грустное, конечно. Грустно, что нет на видео хозяйки дома. Да, так вполне. Очень даже молодец. Но у меня есть информация, что вы обращались за помощью к Розе. Ну да, вот это был такой опыт у меня. Может, вы пришли к ней сейчас предъявить? Нет. А что предъявлять-то? Я Михаила хорошо помню. Основная проблема, когда еще разговаривали. То есть, Миша, как любой мужчина, хотел молодую. Красивую. Желательно бы не обремененной детьми, потому что своих трое плюс маленький, правильно? Да, все верно. Москвичку. Ну, или так, москвичка, потому что я в Москве. У меня, собственно говоря, иногородник достаточно мало. А вы сейчас в Москве? Это в Подмосковье? Нет, это в Пермь. А на кой тогда москвичка-то? Но главное, чтобы она согласилась ехать к нему. Причем хорошая, с хорошей образованной семьей. Ну, при этом, Миша, в общем-то, правильно хотел. Другой вопрос, хотят ли девушки. Я предупреждала об этом. И что получилось? Те, кто готов был согласиться на троих детей и переехать туда, к нему, и жить там, они вам не подходили. А девушка, которая согласилась, да как согласилась? Миша, честно, мы ее уговаривали. Я говорю, да посмотри. Ну, правда, хорошее, правда, хорошее. Спасибо. Сходила на свидание, но испугалась. Чего? Трое детей. Ну, как? Да, нет, 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 нет. И я говорила, что родители, что, Миша, основная проблема-то будет этих молодых девчонок, у них же родители есть. Во-первых, трое детей. Во-вторых, мама, налаженный быт, свои традиции, свой уклад. Если что-то будет делать не так, мама будет говорить, а вот при вот, как жену звали? Наталья. А вот при Наталье, покойнице, вот совсем было по-другому. И дети ели лучше, и не капризничали, и все. Вот это мы знаем, возрастные, да? И это, конечно, очень тяжело. Их объединяет то, что они... С детьми. С детьми, да. Это да, факт. Их объединяет то, что они там настрадались в какой-то степени у одного одна, боль у другого и другая. Но нет харизмы, нет, она спит, у нее глаза такие. И когда ты был, это была другая история. Да, она скучная. А вы представляете, для молодой бездетной, вам полтинник на носу с тремя детьми, с ними нужно найти общий язык. А когда она свою собственную жизнь будет прекрасную проживать, молодая? Видите, вот собственную прекрасную жизнь, в моем понимании, да, то есть это когда папа с мамой любят друг друга. Да. Понимаете? И вот, ну без этого никак ничего не построить. Да, понимаете? И неважно, это молодая или немолодая. Вот смотрите, моя лёлька, да, сайгачит по дому, прыгает, скажет, а мне кроме счастья и радости ничего это не приносит. Думаю, какая шумная, какая здоровая, хорошая девочка. Но когда в отеле я живу, понимаете, и лошадь 15-летняя вот так вот сайгачить, думаю... Понимаете, она мне мешает, она раздражает. Когда свои три пацана, ты думаешь, вот молодец, какая я родила, да, какие парни растут. А чужая женщина тратить будет на них свою жизнь, энергию, здоровье, если у неё ещё есть дети, и она, ну такая чадолюбкая. Вот, например, как Татьяна. Это одна история, но вам такая не нужна. А молодая, по что она должна-то проходить эти университеты? Да, вот почему-то четырёхлетний ребёнок, короче, в самолёте не вызывает умиления, если это не твой. Какую музыку вы слушаете? Музыку? Не знаю, хорошую музыку слушаю. Ну какую? Ну, мне нравится. Бонус. Музыка такая инструментальная, без слов. А она будет слушать Линкин Парк в наушниках? Мне будет интересно в этом разобраться. Да не будет вам интересно, это другое поколение, ну потому что всё другое. Ну, в общем, я вам хочу сказать, возрастная дискриминация, девочки. Если вы мечтаете о молодых парнях, вас все здесь осуждают. Мужчины приходят. У нас был дед в 103 года. Когда он прилетел, в аэропорту с ним все фотографировались его паспортом. И были невесты. Самый пожилой был их 65. Он смотрел-смотрел на русский, на декольте, а потом сказал, а сколько лет? Мы говорим, 65. Он говорит, ну а что, я же просил там до 34. Понимаете? Вы-то ничего не можете сделать. Ну, когда могилы уже от человека, понимаете, ну запах невозможен. Еще лет целоваться. Уже невозможно было с ним сидеть рядом. У мужчины, на самом деле, история-то страшная и грустная. Да, но при этом она довольно логичная. Он уже может делать все, что хочет сейчас. И на последнем месте, по идее, в списке его желаний должно быть женили. Какой бонус? Праздничный. Новогодняя история? Или семейная традиция новогодняя? Традиция. У нас традиция, мы не ставим на Новый год спиленные елки. Ух ты! Мы идем в лес, слава богу, живем рядышком с лесом, вот. И выкапываем елочку. На Новый год мы ее наряжаем. Я Лариса Гузеева, это давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Николай, Михаил и Виктор. А невеста у нас Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Татьяна, 36 лет. Отстаивая честь супруга, порвала отношения с родной матерью и близкими подругами. Но со временем поняла, как сильно она ошибалась. Татьяна владелец автопарка. Гордится тем, что не умеет отказывать в помощи. Мечтает о доме с большим бассейном. Признается, что в порыве гнева нецензурно выражается. Татьяна не сможет ужиться с рыжеволосым обладателем пивного живота. Выйдет замуж за харизматичного крупного мужчину, который не постесняется взять ее в мужскую компанию, но никогда не будет забывать о том, что она женщина. С наступающим Новым годом у вас. Спасибо большое. Спасибо. Роскошное. Самый приятный подарок. Татьяна, почему вам пришлось отстаивать честь супруга? Что вызывало какие-то подозрения? Да, но друзья говорили, что он занимается мошенничеством, запрещенные препараты он продавал, и я никогда не верила. Сколько вам было лет, когда вы познакомились? Ему было 15, мне было 23. Я не знала. Непростая девушка, смотри как она. Да, вообще непростая. Внутренний мир, татуировка. Как ты хочешь. Только недоделанная, по-моему, татуировка, кстати. По-моему, зачеркиваю. Вот у меня 15-летняя дочка, и у нее 15-летние друзья. У меня тоже 17 лет сыну, и я сейчас понимаю, но я не знала. Он всегда, во-первых, лучший друг моего мужа первого, и он всегда в нашей компании всегда был. И он, во-первых, всегда выглядел старше своих лет. Теперь я знаю, что в 12 лет у него была машина, и я спокойно к этому относилась. Я знала, что он, грубо говоря, на два года будет так моложе меня. Я не понимаю, как невозможно было определиться, что мальчику всего 15 лет. Ну, ну, когда 16 наступал, потом 17. А потом, когда день рождения уже ему стукнуло, можно так сказать. 16. 16. Я говорю, он говорит, у меня есть день рождения, я к маме пойду. Я говорю, а сколько тебе исполняется? Он говорит, 16. Я говорю, сколько? Конечно, я хотела порвать сразу, потому что мне это не нужно. Ну, во-первых, это растление малолетних, это статья. Да, это статья. И мама, конечно, узнала, мама вообще в шоке была. Она говорит, а ни в коем случае. Даже не вздумай. Она, кстати, выглядит, могла бы быть твоей мамой. Как мне кажется. Ну, не знаю. Поскольку ты молода очень. Нет, нет, нет. Она, мне кажется, довольно-таки привлекательна. Вы не задавали вопрос, откуда у него деньги на такие подарки, золото? Он всегда говорил, то, что в мою работу, у нас был общий бизнес потом уже. Он всегда говорил, когда он уже мне запретил, говорит, Таня, не надо работать себе, я буду тебя обеспечивать. Говорю, как ты будешь обеспечивать? Несовершеннолетний. Да, он говорит, я буду зарабатывать, я буду все нормально. Говорит, сиди дома. И после этого, конечно, я взяла и говорю, ну хорошо, только в мою работу, даже не спрашивай никогда. Конечно, я этому человеку верила. Хорошая девочка, хорошая. Когда любовь в Москве, мы за гитарой. Понимаешь, вот, ну как-то надо их отрезвить. С экрана, мне кажется, вот такие прям, это все очень строгие там все это. Кто-кто? Ну, с экрана. Мы? Да. А на самом деле? Офигенные. У нас только Тамара строгая, мы ее боимся все. Она еще не просто, она у нас прямо. Она один раз, понимаете, как ударила под дых. Я думала, о-о-о-о. Ой. А потом еще мгнула и поволокла в грязь на руку. А там как начала, меня целовать. Угринет. Я косо-то распустила. Это уж ты зря. Ой, зря всем рассказала. Да, конечно. А вы все про меня, хабалка, хабалка. Да. И кто это говорите, хабалка, хабалка? Все говорят, что я хабалка. А если ты говоришь, что я хабалка? Я? Да, когда у нас сравнение было. Скажи. Да, 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 я тебе напомню. Они говорят, так у нас Тамара, говорит, вообще, чуть ли не теломудренная женщина. А я тебе говорю, а я... От теломудрия. Нет, а я теперь спрашиваю тебя. А я, значит, получается, кто хабалка? А это да, это факт. Это есть. Есть? Нет, вот Лариса не хабалка, а ты есть. Ну, у нас еще есть один жених. Может, он нам понравится больше. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я очень рад с вами познакомиться. Это вам. Спасибо. Спасибо большое. Там очки, короче, у нас поменять, рубашку тоже, прическу тоже. Ну, подожди, сейчас посмотрим. Виктор, 40 лет. Инженер по медицинскому оборудованию. Гордится тем, что умеет работать в экстремальных условиях. Мечтает побывать на родине Битлз. Признается, что делит жилплощадь с мамой и четырьмя большими собаками. Через полтора года после свадьбы супруга Виктора собрала вещи и ушла без объяснения причины. Надеется, что Татьяне будет с ним хорошо. Вы удивительно молодо выглядите. Да. Если бы вы сказали, что вам 31, я бы поверила. Без гурных привычек, судя по всему, да? Без гурной привычки. Какая? Курение. Не похоже. Не похоже. Алкоголь. Вы еще пьете? Сейчас начнет на себя наговаривать зачем-то, чтобы мы сказали, ой, плохой, уходи. Не производит впечатление алкоголика. Нормальный, интеллигентный парень. И что, прямо вот четыре собаки живут в одной квартире? Да, четыре собаки. И мама? И мама. И вашу благоверную вы привели в эту квартиру? Знаю об этом, да. А сколько комнат? Раньше три было, когда была жена. А можно я посмотрю на собачек на ваших? Конечно. Может, они вот такие вот? Конечно. Виктор, а не преступление держать их в маленькой квартире? Они же, по-моему, охотницы, да? Да. Каждую осень уезжаем на охоту. Да, но они каждый день должны, мне кажется, скакать в резюме. Нет, раз в неделю достаточно с ними погулять, хорошо, часа на два. А остальные дни можно так немножко. Понятно, что вот такую преданность собак ты не получишь от человека. Ну, по крайней мере, первое время. А когда вы ухаживали за своей будущей женой, ей, наверное, нравились собачки? Конечно. А она с ней несюсечкалась, да? Да, да. Ездили вместе на выставки. На охоту нет, конечно, но на выставке гуляли вместе. А когда вы ее уже привели в качестве жены, что стали раздражать запах и волосы? Ее стало раздражать все как-то. Тем не менее, в то же время и шерсть, и волосы, и что-то так и не так лежит. А она на чем настаивала, чтобы освободиться от собак, переехать, а собак оставить маме? На дело даже не в собаках, а как бы, ощущение такое, что она хотела не этого, что... А что? Чего хотела? Я так думаю, она хотела просто остаться в Москве. А, то есть ради... Вы ее пописали? Да. Что значит «тонкие губы»? И мама. Слабо характерно? Знаю об этом, да. И живет, наверное, с мамой, да? Я уже так понял. Не конкурент. И как объявила вам о том, что ваши дороги расходятся? Ну, просто мы приехали из отпуска, и собрала вещи, и ушла к своей там тете, или кто у нее живет в Москве, ни слова не говоря. Ну, что-нибудь она у вас откусила? Нет. Ну, правильно. Но осталась... Ну, все равно у вас были же чувства, все равно, несмотря на это, я все это понимал потом, как бы, да. И вот полгода мы еще пытались как-то общаться, а потом... Ну, значит, не корысть, значит, все-таки были какие-то чувства. Может быть, да, но и плюс еще момент, она не хотела детей пока. Я хотел. А сколько ей было лет? Ну, на пять лет младше меня. Ну, то есть тоже уж такая взросленькая. Ну, да. Мне было тогда 35, а ты с ней 30. А не было у нее детей от предыдущих? Нет. Замужем она была. Моя этипаж, это нет, это Том Круз. А, Том Круз? Это вот этот метр сорок? Метр сорок? Ну, какой? Ну, какой метр? Ну, какие метр сорок? Виктор, скажите, пожалуйста, вы по-прежнему живете с мамой и с собаками? Да, да. Как вы? Я с детьми и с собаками. Еще к четырем собакам. Еще дети. Ну, будет весело. А чем должна ваше будущее возлюбленное радовать вас по утрам? Ну, хотя бы, вернее, одну из чашечка вкусного кофе. Ой, я тоже. Знаете, как говорил Бродский. Зачем утром просыпаться, если тебе чуть-чуть сделают чашка горячего кофе и кофе и сигаретка? А я думала, вы про секс. Нет? Ой, утром. Это что, такой кошмар. Это нам кошмар, а им за радость только. Можно совмещать? Я бы назвала его антисекс. Вот где-то так. А может быть, там все внутри. То есть, вот, я не знаю, я бы хотела это проверить. Там все внутри. Я не знаю, девушка тоже. Просто надо дарой докопаться. А есть какая-нибудь у вас новогодняя история? Веселая? Есть. Расскажите, это ваш бонус праздничный. Оставшийся. Ну, был Новый год, отмечали в компании. Дорогие мои друзей, я несколько, скажем так, раньше других, как-то говорят по-русски, набрался. Меня отвели спать в постель, да? Но утром просыпаюсь от того, что меня обнимает незнакомая мне женщина, обнаженная. О, какая привычка. Я, естественно, в этом удивился, но да. Обрадовался. Да, обрадованно удивился. Оказался, это хозяйка дома, которую я не застал, когда мы ее отмечали. Вот, естественно, она была в шоке тоже от того, что она, как она встречала утреннего утра, да. Ну, как бы ничего такого не было, но вот это вот шок утренний случился. Блин, ну у меня такой веселой истории не было, ты знаешь, честно говорю. Да. У меня было, что я спал с сестрами. Со своими? С двумя, нет. Слава богу. Сестра просто была моей жены, и она сама ее положила к нам. Я говорю, ты считаешь, что это нормально? Говорит, ну что, места-то не хватает? Ну, это слава богу. Ну, теперь зато я могу начать. Нет, ну здесь была совершенно интересная игра. Если не градоваться в детали, зато как звучит. Я спал с двумя сестрами. Да, это хорошо. Короче говоря, зарплата, милок, какая у тебя? Больше ста или меньше? Поменьше. Поменьше. Ой, это я бы вздохнула. За сто тысяч обработать даже не пошло. Ну, придется чем-то жертвовать. Да. Чем? Например, сюрпризом, которым вы сейчас нас просто... Ощасливите. Ощасливите, покорите. Пожалуйста. Спасибо. Синий вечер, зимний ветер, звездной пыли растворились фонари. До января остается у нас только час последний. Синий вечер, зимний ветер, звездной пыли растворились фонари. В последний час декабря взомри на миг, пускай летят за моря любовь и... И все надежды наши пусть сбудутся однажды. В последний час декабря. А-а-а-а-а... Хороший, молодой выглядел. Мы от его молодости обалдели, на самом деле. 40 лет, представляете? Да, здоровый лет вообще. Хорошую жизнь прожил, спокойную, удовольствие, ни одной морщинки. Мама. Все мама. Мама, да. Сырнички по утрам. Но ты молодо выглядишь. А, в этом плане. Моложе потенциальной жены. Вы старше ли выглядели? Очень. Я прям это... Да, прям чувствую. Чувствую, да. А маму-то, возможно, будет как-то... Куда, мама? Не трогайте маму. Сначала маму, потом собак. Нет, собак нет. Она любит очень собак. У нее есть свои, поэтому... Ну да, с мамой жить. Но мама же лучше собаки. Нет, ну естественно, если выбирать собак и любимую женщину, естественно, собаки оставить. По Фрейду. Здесь даже дело не в собак. Ваши пацаны будут раздражать. Если договоритесь, например, действительно, мама остается с собаками, а вы Витюшку к себе... Ну, собак-то она очень любит. Будет в гости к ним ездить. Или смсить будут друг другу, там, смайлики с собачками. Да нет, я думаю... По скайпу. И у вас там у него луна во льве. То есть вот эта театральность, готовность демонстрировать эмоции, она будет всегда присутствовать в отношениях. Понимаете? Потом Скорпион. Солнце с Ураном очень близко. Человек экстрима, действительно. Будет подталкивать вас к действию, и вы будете его будоражить постоянно. Но очень свободный человек. Нельзя надеяться, что покорится, и будет очень тихий, очень скромный. Но зато интересно. Ну, в общем, посовещайтесь пока, и мы, в свою очередь, тоже поболтаем. Первый, Вася, да. Первый. Ну, понятно. Он и крепкий, и молодой, и интересный. И тоже внешне, он лучше сильно. Он такой прям без машины. Он без машины. Да, это... Нет, на нем сдерживать. Он такой, знаешь, на пол. У нас не было сомнений. Мы лучше. Рус, ты ты кого советуешь? А что, в самом начале я вам сказала, выбираем из того, что осталось, собственно говоря. Я считаю, что Виктор наименьший ущерб может нанести, и от него вреда меньше, вот такое поспокойнее, собственно говоря. И с ним жить легче. А с мужчинами жить тяжело. Поэтому я за Виктора. Если не пугает мой, как бы, социальный статус, относительно своего, то нет проблем. А я за Николая. В конце концов, он за вас пришел бороться. Солидный мужчина. Вы в паре смотритесь изумительно. Рослые оба. Разница в возрасте меня не пугает. Потому что Михаил на вас не женится. Ему нужна молодуха. С Витей немножко комическая пара такая, понимаете? Потому что вы ему как мамка по возрасту. Ну, конечно, Николай. Звезды не согласны, нет? Нет, почему? Николай достойная пара, потому что вы вместе можете вырасти очень сильно. С Михаилом это очень теплое и доброе отношение. Но тоже надо притереться. Если вот девушка выбрала в свое время 15-летнего парня, возможно, вот она захочет еще такого взрослого ребенка себе взять. Сделали свой выбор. Проходите, мы вас поддержим в любом случае. Мне очень жаль, кстати, что вы ушли с женихом вчера. Потому что, Татьяна, вы так подходите Андрею. А что, давай вон на свидание их отправим, пусть, может, что сладится. А давайте-ка сметнитесь. Я предлагаю всем, выходите. Давайте поддержим Татьяну. Я за тобой. У нас есть пара Татьяна и Николай. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Спасибо. Спасибо.